Всем привет, с вами СКА Студио, и в этом видеоролике я расскажу вам о том, как делать вот такой вот интересный эффект при помощи частиц, а также в целом расскажу вам о работе с ними. Что ж, не будем затягивать и сразу же начнём. Для начала, горячими клавишами A-Delete удалим всё ненужное со сцены, после чего нажмём Shift-A и добавим айкосферу, затем снова нажмём Shift-A и добавим ещё одну айкосферу, но на этот раз уменьшим количество сегментов до одного, затем горячей клавишей S уменьшим айкосферу. А после этого отодвинем её подальше от основной айкосферы, затем выделим основную айкосферу и добавим ей систему частиц, после чего перейдём в настройки рендера. Там в качестве рендера выберем Object, а в качестве Object выберем нашу вторую айкосферу. Предварительно уберём пункт Gravity на 0. Затем увеличим количество наших частиц до 200 тысяч. Затем отрегулируем размер. Randomize Scale поставим на 0.75, а непосредственно Scale уменьшим до 0.01. Далее нажмём Shift-A и добавим Force, а именно Турбулентность. Далее произведём ещё одну настройку нашей системы частиц, а именно конец нашей симуляции ограничим сотым кадром, а Lifetime нашим частицам поставим также 100. Далее перейдём к настройкам нашего рендера, и в качестве конечного кадра для нашей симуляции установим Stop. Далее настроим нашу Турбулентность. В качестве Сида поставим 69, Strange установим на 15, Size на 1, а Follow на 3. Далее перейдём к нашей системе частиц. Откроем вкладку Cache и нажмём Bake All Dynamics. В итоге у вас должно получиться что-то вроде того, что вы сейчас видите на экране. Теперь можно перейти к текстурированию. Для этого выделим вторую айкосферу. И откроем Shader Editor. Далее заменим Principle Shader на Emission. Далее нажмём Shift-A и добавим Converter Color Ramp. И подключим выход Color из Color Ramp ко входу Color в Emission. Затем отрегулируем полосочки нашего Color Ramp примерно так, как это показано в видеоролике. Хотя здесь можно подставлять абсолютно любые варианты и смотреть, что у вас получается. Проще говоря, делайте так, как больше нравится вам. Затем нажмём Shift-A и добавим Input Particle Info. Далее нажмём Shift-A и добавим Converter Mass. Далее подключим выход Age и Lifetime из Particle Info ко входам в нашем Converter Mass. А масс подключим к фактору в нашем Color Ramp. Далее изменим цвет фона с серого на чёрный, а также включим Cycle с места Even. После чего сменим тип нашего Converter Mass на Divide. И ещё раз отрегулируем наш Color Ramp. Далее нажмём Shift-A и добавим Камеру. Затем перейдём на вид из камеры и поставим галочку на Loop Camera to the View. После чего выставим нужный нам ракурс. Затем изменим количество сэмплов на 256. И поставим галочки на Denoise. В качестве Denoise я предпочитаю OptiX. Далее выберем нашу камеру и поставим галочку на параметр Depth of Field. В качестве Focus Object установим нашу айкосферу. А в качестве F-Stop поставим 0.3. Далее сделаем Render Image, чтобы посмотреть на то, что у нас получается. Теперь можно перейти к постобработке. Для этого включим композитор места нашего шейдер-эдитора. И поставим галочку на Use Nodes. После чего добавим Output Viewer. И поставим галочку на Background. Далее нажмём Shift-A и добавим Filter Glare. В качестве типа укажем Fog Glow. Resolution поставим на Height. И Strange пока что поставим на 8. Далее добавим Color Balance. И поставим его между нашим имиджем и Glare. Здесь настройки крайне индивидуальные. Я ставлю в крайнем Color Pickering все значения RGB на 1.25. А в крайнем левом ставлю все значения RGB на 0.95. Далее вновь вернёмся в Shader Editor и установим Emission Strange на 3. А затем изменим формат сохранения на AVI. Теперь осталось лишь отрендерить то, что мы сделали. А на этом всё. Всем удачи и всем пока. С вами был SK Studio. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!